Всем привет! В начале нового года провели ревизию в тест-лаб и в закромах нашли несколько видеокарт, которые когда-то были годными, а сейчас припадают пылью. И для разнообразия решили погонять их в актуальных играх. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Но для начала обрисуем общую проблематику этого видео, представим тестовую видеокарту, расскажем о проблеме с драйверами, таки пройдемся по разноплановым играм, поведаем о возникших проблемах и подведем итоги. Мы не были уверены, понравится ли вам такой контент и сразу же спросили об этом в сообществе канала. И более 9000 проголосовало за. Поэтому встречайте, первая на очереди Radeon HD 5670. Она дебютировала еще в далеком 2010 году, но сейчас ее можно найти в компьютерах геймеров. Например, ее используют более 1,3% пользователей Steam. А в продаже на БУ-рынке гигабайтную HD 5670 можно найти менее чем за двадцатку долларов. Почему тестируем ее, а не что-то еще более древнее? Мы решили, что для запуска основной массы актуальных игр видеокарта должна обладать поддержкой DirectX 11 и имеет на борту хотя бы 1 гигабайт памяти. Этого достаточно для простеньких игр. Решения, которые не вписались в эти критерии, отправились и дальше пылиться в закромах. Звездой этого видео является Sapphire Radeon HD 5670 Ultimate. В ее основе находится связка 40-нанометрового чипа RV830 Redwood с поддержкой 400 потоковых процессоров и 1 гигабайта GDDR5 памяти в 8 микросхемах от Samsung. Графический еще процессор трудится на тактовой частоте 775 МГц, а эффективная скорость памяти составляет 4 ГГц. Это эталонные показатели. За охлаждение отвечает бесшумный пассивный кулер, который состоит из двухсекционного радиатора и трех никелированных медных тепловых трубок. И этого достаточно, чтобы удержать температуру GPU в пределах всего 55 градусов. Для подключения монитора есть три интерфейса – DVI, HDMI и DisplayPort. Дополнительного питания карта не требует, ей хватает 75 Вт по шине PCI-Express X16. Драйвер для HD 5670 можно легко найти на сайте AMD. Проблема лишь в том, что последняя стабильная WHQL-версия для Windows 10 вышла еще в середине 2015 года, а чуть более новая бета-версия появилась в марте 2016. При этом для Windows 8.1 и 7 ситуация не лучше, а для XP еще хуже. То есть поддержка видеокарт линейки Radeon HD 5000 на уровне драйвера прекращена, и это серьезная проблема для многих игр. Поэтому особого выбора у нас не было, и пришлось ставить последнюю бета-версию под Windows 10. Конечно, можно было бы установить видеокарту в старую систему и накатить поверх семерку, а в роли тестовых игр взять проекты 5 и 8 летней давности. Но друзья, кому это интересно? У кого будут сомнения, что в те игры, что на карте шли тогда, можно поиграть и сегодня? Куда интереснее нам кажется проверить, что будет, если по какой-то причине у вас HD 5670, а друзья зовут погонять в танки, контру или овервотч. И вообще, запустятся ли более тяжелые и не слишком старые игры? Вот это мы и постараемся выяснить. Поскольку мы тестируем видеокарту, именно видеокарту, то решили использовать привычный стенд. И вдруг вы из тех, кто считает, если видеокарта слабая, а процессор сильно мощный, то он начинает работать вместо нее? Обязательно отметьтесь в комментариях, адекватные зрители должны знать ваш ник. Наша тестовая конфигурация включает процессор Core i7-7740X в номинальном режиме, материнскую плату ASUS TUF X299 Mark I, водянку с 240-миллиметровым радиатором от Thermaltake, две планки G-Skill Sniper X по 8 гигабайт на базовой частоте, пару SSD от E-Pacer для системы и тяжелых игр, плюс гибридный жесткий диск от Seagate. Все это обеспечивал энергией платиновый блок питания от Seasonic на 1050 Вт, а вмещал корпус Thermaltake Core P3. Сами геймплеи записаны без потери производительности внешней системой с Avermedia Live Gamer 4K. А для мониторинга использовалась программа FPS Monitor. Подробности и ссылки в описании. Изначально мы даже не думали, что свежесть драйвера так важна, ведь теоретически на HD 5670 должны стартовать почти все популярные игры, пусть с лагами, артефактами, да в низких разрешениях. Но теория разошлась с практикой. Игры постоянно ругались на устаревший драйвер, несовместимую видеокарту или проблемы с DirectX, а порою и молча не стартовали. Таким образом, не удалось запустить Overwatch, World of Tanks, Divinity Original Sin 2 и многие другие. Например, третий Ведьмак запускался сразу в свернутом состоянии, и развернуть его так и не удалось. Разумеется, если у вас видеокарта такого уровня, то и монитор не сильно новый, поэтому приоритетно мы старались проверить возможности поиграть хотя бы в HD. Но разрешение рабочего стола было выше, что расширило список пойманных глюков. В ту же GTA 5 можно играть только в оконном режиме с разрешением 800 на 600, других разрешений в списке доступных просто нет. Зато будет высокая скорость и хорошая отзывчивость управления. Идеальный вариант, если играете на рабочем столе. А вот Crysis 3 запустился с низкими настройками графики, правда на весь экран игра развернуться не смогла. Да и средняя скорость составляет всего 25 фпс. Но мы всё-таки покопались и нашли приличные игры, в том числе и ряд популярных сетевых, в которые можно будет с различной степенью комфортности поиграть. Rocket League использует привязку к разрешению рабочего стола, но игра нетребовательная, поэтому проблем не было. А если не гнаться за качественной картинкой, то можно рассчитывать на стабильные 60 фпс при отзывчивом управлении и играть в своё удовольствие. В The Long Dark также нельзя менять разрешение в самой игре, но при низком пресете выживать можно и в Full HD. Скорость видеоряда не радует заоблачными показателями, но без мониторинга особого дискомфорта не ощущается. В конце прошлого года SOMA раздавалась бесплатно в магазине GOG и наверняка есть у многих. К тому же она создана под OpenGL, что делает её ещё более интересным объектом для теста. Для прохождения лучше опуститься к HD и низким настройкам. Да, местами проскакивают фрезы, но и геймплей не предполагает атакующих действий, поэтому играть можно. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Получилось и со StarCraft 2. Однако сначала пришлось разрешение рабочего стало снижать до HD, а затем играться с настройками. Но когда удалось сбалансировать качество картинки и скорость видеоряда, то в компаниях даже с большим скоплением юнитов никаких проблем не было. Но это вовсе не значит, что их нельзя организовать. Для этого нужно всего лишь перейти к среднему профилю. И вуаля! Средняя скорость падает более чем в три раза. Разработчики War Thunder оказались весьма предусмотрительными. Поначалу при любом разрешении и настройках игра глючила и переходила в оконный режим. Выход из ситуации, выбор автоматического разрешения и активация опции «Совместимость со старыми видеокартами». После этого можно играть в своё удовольствие, если, конечно, противники позволят. Игры от Wargaming не захотели даже запускаться, поэтому в качестве альтернативы тундре установили кроссаут. Для удобного геймплея пришлось выбрать низкий пресет и до 75% уменьшить масштаб прорисовки. Средняя скорость в таком случае держалась в районе 60 фпс, и никаких проблем с прицельной стрельбой не было. Дота 2 также решила привязать разрешение к рабочему столу, поэтому в меню игры его нельзя изменить, при применении игра вылетала. Настройки выбрали пониже и дополнительно снизили масштаб прорисовки, чтобы даже в тяжёлых замесах не ощущать никакого дискомфорта. Dirty Bomb можно запускать, наверное, и на калькуляторах, главное, чтобы у них было 512 мегабайт видеопамяти и поддержка DirectX 9. Поэтому в нашей тестовой системе никаких проблем с ней не было. Переходим в HD, выбираем среднее качество графики и занимайся отстрелом противников. Статистика 1,01% лоу не очень высокая, но без критических последствий для геймплея. В Warframe менять разрешение в самой игре можно, но после этого она превращается в произведение искусства, а именно в чёрный квадрат Малевича. Поэтому если захочется побегать в HD, то сразу меняйте разрешение рабочего стола. Хотя и в Full HD настройки можно подобрать таким образом, чтобы получить комфортный геймплей. Counter-Strike Global Offensive создавалась во времена, когда HD 5670 была желанной видеокартой для многих геймеров. Поэтому по старой памяти игра позволяет менять разрешение в меню. В HD при низких настройках на тяжёлой карте с ботами получаем около 120 фпс в среднем. Управление не лагает, поэтому свои навыки можно испытать и в онлайне. В качестве примера такой сетевой игры возьмём режим Danger Zone при тех же настройках графики. Правда карта тут побольше, поэтому скоростные показатели падают практически в два раза. Но управление остаётся полностью комфортным и отзывчивым. Так что в сетевом режиме обычной CS GO фреймрейт должен быть выше. На удивление даже Fortnite запустилась, но менять разрешение не позволяло. Зато при выборе низкого пресета движок автоматом уменьшает разрешение 3D объектов, чтобы снизить нагрузку на систему. И знаете что, играть в таком режиме вполне комфортно. Иногда рандомно подфризивало, но это не мешало вести прицельный огонь. Ещё больше удивила PUBG. Она не только запустилась, но и позволяла менять разрешение в меню. Правда после этого переходила в оконный режим, но это уже другая история. В Full HD она больше испытывает на прочность вашу нервную систему, чем дарит удовольствие от процесса. Поэтому лучше сразу запускать её в HD. Подводим итоги. Если вы решили взять 1 гигабайт на HD 5670 для поддержки ОС и запуска нетребовательных программ, то это вполне сносный вариант. А вот для игр использовать её не рекомендуем по трём причинам. Отсутствие новых драйверов, 1 гигабайт видеопамяти и в целом низкая производительность. В результате даже не слишком требовательные игры, например Overwatch или World of Tanks, не запускаются, а в других приходится брать бубен и шаманить с настройками. Да ещё и разрешение не у всех можно поменять в игровом меню, поскольку используется привязка к рабочему столу. Конечно, вообще без игр вы не останетесь. К тому же есть куча старых ламповых проектов, которые проходятся за милую душу. Но если мы говорим о более-менее актуальных играх, то для большинства эта видеокарта уже устарела. Ну а что думаете вы по этому поводу? Может у вас ещё используется такой старожил в системе? Тогда поделитесь своим опытом и лайфхаками, вдруг они окажутся кому-то полезными. Надеемся на ваши комментарии, лайки и репосты, которые покажут степень заинтересованности в подобных тестах. Если вам понравится, то будем тестировать Radeon HD 6970. Поэтому подписывайтесь на канал, приводите друзей и не забывайте о колокольчике. Всего вам хорошего и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин